Привет, друзья! С вами снова я, Илья Пономаренко. Гуляем, как обычно, с нашим сыночком. И, как обычно, мне спонтанно пришло несколько интересных мыслей, которыми я хочу поделиться с вами в этом видео. Конкретно в этом видео хочу рассказать про три простых основных шага для достижения финансовой свободы в Германии или же, в принципе, в любой другой страны мира. Я говорю немножко в нос, простуженный, но, думаю, это не страшно. Итак, смотрите. Первый шаг, самый главный шаг. Вообще, когда я провожу свои консультации и спрашиваю у людей, чего они хотят достигнуть, какие у них стоят цели по финансам, к чему они стремятся, ну, они меня там называют обычно такие-то сумма такая-то, сумма такая-то. И когда я начинаю спрашивать про их доход и считают ли они вообще деньги, мой вертолет летит, и считают ли они вообще деньги, то есть, куда уходят деньги, ведут ли они в учет вообще приход, расход, то большинство говорят, что нет. И вот первый шаг, который нужно сделать на пути к финансовой свободе, это именно залатать свои финансовые дыры и понять, куда утекают деньги. Почему это важно? Потому что неважно, сколько денег ты зарабатываешь. Ты можешь зарабатывать хоть миллион, но если эти деньги постоянно будут куда-то утекать и сливаться, то все усилия по увеличению дохода, они будут напрасны, потому что сколько бы ты ни зарабатывал, они все будут сливаться. И поэтому самый первый шаг и самое важное, что нужно сделать в самом начале, это залатать все денежные дыры, посмотреть, куда утекают деньги, начать ввести банальный, простой приход, расход денег и посмотреть, куда, что, где можно сократить, где можно было бы обойтись без затрат. И тем самым залатать все, где можно сохранить деньги. Это первый шаг. Второй шаг – это увеличение своего дохода, когда уже залатали дыры, когда уже есть, где деньгам сохраняться. Во втором шаге мы увеличиваем наш доход и начинаем создавать или приобретать различные активы. Увеличение дохода можно сделать путем, например, смены работы. Или же, если хочешь остаться на работе, тогда поговорить просто с шефом, прийти и сказать, что вот хочу больше денег, скажите, что я должен для этого сделать. Дальше делайте то, что вам сказали и получаете повышение вашей зарплаты. Или же меняете просто рабочее место. Второй вариант – это создание активов, создание ценностей, которые можно обменять за деньги. В своей книге «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля» я описываю как раз четыре способа того, как можно создать в сегодняшнем время, в 21 веке, такие ценности, которые можно легко потом обменивать на деньги при помощи интернета, при помощи различных онлайн-проектов, которые потом выводятся на автопилот и дальше полностью самостоятельно начинают приносить пассивный доход. То есть увеличение дохода происходит, пассивные деньги идут, и в итоге ваш общий доход увеличивается. Или же приобретение активов, таких как, например, можете купить готовый бизнес рабочий, можно купить недвижимость там, ну, в общем, покупать, приобретать уже готовые какие-то рабочие вещи, которые в итоге увеличат ваш доход. Это второй шаг. И третий шаг – это инвестирование, уже масштабирование вашего дохода, вывод полностью на автопилот и инвестиции в human capital. Human capital – это, если переводить на русский язык, это инвестиции в человеческие ресурсы. То есть, по сути, это инвестиция в самого себя. Почему это важно? Потому что если все забрать, то мозги у вас останутся, у вас останутся навыки, у вас останутся знания, у вас останется система в голове, и просто если все порушить и забрать, то вы сможете легко создать все заново. Это human capital – это очень важно. Второй вид инвестиций – это инвестиции, например, в те же акции, в ETFs, в P2P-кредиты, в различные виды ценных бумаг, в недвижимость, в драгоценные металлы, чтобы создать, используя силу сложного процента, создать еще больший пассивный доход в долгосрочной перспективе, увеличить свой доход и обезопасить свой капитал. Например, 10% денег, которые у вас уже имеются, можно инвестировать в то же золото, например, в серебро, чтобы обезопасить свой капитал от финансового краха, от финансового кризиса и так далее, и тому подобное. И дальше уже, выполнив эти три… Так, сейчас я дорогу перехожу. Дальше уже, выполнив все эти три шага, в итоге вы становитесь уже финансово свободным и финансово независимым человеком, и дальше можете кайфовать и наслаждаться жизнью, как вам угодно. Очень главная штука важна, что независимо от того, даже если вы прошли все три шага, ваши расходы должны быть всегда ниже вашего дохода. Это вроде, казалось бы, понятная, логическая, банально простая вещь, но вот почему-то большинство людей ее не соблюдают. То есть мы увеличиваем наш доход, но при этом стараемся держать на постоянном уровне наш расход, чтобы иметь в итоге больше денег. Действительно, больше денег, а не так, что растет у нас доход, и мы увеличиваем наш расход. Берем новую машину, берем новый дом, берем разные побрякушки и так далее и тому подобное, и в итоге все, что мы заработали в плюс, мы просрали на какую-то фигню. Вот такие три простых шага для того, чтобы быть финансово свободным, финансово независимым человеком в Германии, в Европе или любой другой стране земного шара. Если вам видео это понравилось, то ставим лайки, делимся этим видео со своими друзьями. Вся информация про создание пассивного дохода, кому нужна, кстати, консультация, то прямо под этим видео можно нажать на ссылочку и забронировать себе место на бесплатную консультацию. Кому интересно создание пассивного дохода в Германии через книжный бизнес на Амазоне, самая простая модель, которая существует на сегодняшний день, создать свой онлайн-бизнес в Германии, прямо не выходя из дома, вывести его на Автопилот и спокойно себе зарабатывать пассивную денежку. Как это работает, все также в описании под этим видео. Ну и кому интересно, просто узнать вообще, какие варианты вообще еще есть, способы, как создать пассивный доход, онлайн-бизнес, онлайн-проекты. Об этом я писал свою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода» в Германии с нуля. Ссылочку на книжку также найдете в описании под этим видео. Надеюсь, меня слышно было, потому что там сзади летает вертолет и очень сильно шумит. На этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Пока. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк. Поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет? Подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он проводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100, а в итоге сумма получается с тремя нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то, потому-то, потому-то. Ведь сегодня так просто. Каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз состав, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей. Реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал. Огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам, Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой, ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт ильяпономаренко.com Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока.